Всем хай! С вами Алекс. И в этом видео я бы хотел вам показать, как можно экспортировать MIDI-файл в Music Maker. Для чего это нужно? Ну, например, написать новую аранжировку, либо просто отредактировать MIDI-файл, который вы создали в другом секвенсоре. Что для этого нам понадобится? Нам понадобится секвенсор Music Maker и MIDI-файл. MIDI-файл может быть любой. Можете использовать MIDI-файл, который вы создали, либо который вы скачали с интернета. Давайте мы теперь откроем секвенсор и нажмем новый проект. Далее, для того, чтобы перетащить MIDI-файл, вам нужно его выбрать и перетащить в Music Maker. Итак, мы перетащили. И что мы увидим? Мы сейчас видим какую-то кашу. Для того, чтобы отфильтровать инструмент так, чтобы они были отдельно, вам нужно будет нажать два раза на MIDI-шку. Далее, найти опции. И здесь, во-первых, поставить не показывать фильтрированные данные MIDI. А во-вторых, вам нужно будет выбрать тот канал, который вам нужен. В данной ситуации мне нужен только первый и второй канал. Итак, я выбрал пока что первый канал. Почему я не выбрал второй канал? Потому что второй канал я хочу использовать как отдельную дорожку. Как это сделать? Вам нужно будет взять этот объект, нажать на любое пустое место и нажать вставить. Далее, вам нужно будет вот здесь перетащить. Теперь обязательно нажать MIDI-рек и снова нажать два раза левой кнопкой мыши и выбрать канал 2. Здесь мы убираем канал 1. И вот, как вы видите, у нас теперь мелодии и аккорды отдельны. И таким образом вы можете каждый инструмент фильтровать и обрабатывать. Давайте проверим. Музикмейкер подогнал нам правильный темп или нет? Как это сделать? Выбираем любой плагин. Я, например, выберу пианино, где мелодия. И выберу пианино, где у нас звучат аккорды. Включаем метроном и слушаем. Как вы слышите, все у меня звучит в темп. Если у вас по каким-то причинам в темп не попадает, возможно, вам нужно подогнать мелодию к сетке так, чтобы она звучала ровно. Как вы слышите, темп слишком быстрый. В оригинале у меня звучит в темпе 90. Давайте мы его поставим. И слушаем. Если у вас по каким-то причинам мелодия звучит слишком тихо, то попробуйте покрутить крутилки здесь. Если вам недостаточно громкости, то вы можете отредактировать звук в своем плагине и найти звук громкости. Либо вы можете зайти в эффекты и здесь поставить компрессор повышения громкости до того момента, который вам нужен. Вот как сейчас у меня звучит. Но теперь у нас аккорды звучат сухо. Для того, чтобы это исправить, вам нужно будет зайти в этот плагин и включить реверберацию. В каждом плагинах свои настройки, поэтому советую вам посидеть и посмотреть, как это делается. Если вам недостаточно реверберации или у вас в плагине нет такой кнопки, тогда вам нужно будет передать аккорд в AUX канал. Давайте так и сделаем. Отключаем эту реверберацию и добавляем, например, модерн реверб. Можно вот так теперь это редактируем. Теперь давайте еще немножко атмосферы сделаем. Ну допустим. Делаем потише. Итак, мы более-менее аккорд свели. Теперь давайте сведем мелодию. Сюда. И здесь тоже компрессор возьмем, допустим. Ну вот, допустим так. И теперь давайте послушаем, что у нас получилось. Слушаем. Можно так сделать. И таким образом вы можете обрабатывать вашу музыку так, как вам нужно. Если у вас по каким-то причинам случилась такая фигня. Как только вы включили Music Maker, у вас почему-то снова станет ображаться все ноты в кашу. Для того, чтобы это решить, нужно зайти в опции MIDI-фильтру каналов и нажать 1. И так вам нужно будет делать каждый раз, когда вы с нуля запускаете Music Maker. Вы можете также добавить луп. Ну, например, сейчас я поставлю вот эти барабаны. Слушаем, как у нас сейчас. И таким образом вы можете работать с MIDI-файлом. Кому понравилось в видео, поставьте лайк. Если вам нравится такая тематика и вы хотели бы, чтобы я чаще снимал такие видео на канале, то, во-первых, советую вам посмотреть мои предыдущие видео на тему Music Maker, а во-вторых, поставить лайк. А с вами был Аликс. Всем удачи и пока.